Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Ромулус, и вот мы победили главную тверденью Изенгарда. Теперь надо разбить еще небольшой авангард противника. Так, не важно, что там находится. Два отряда находятся на реке, и их надо разбить. Так, ждать тут особо нечего, у нас конится. Будем всех врагов нести, по самое не могу. Враг решил убежать. Ну что ж, половины армии врага уже нет. Так, ну раздаем остатки противника. Так, мы потеряли 7% армии. Ладно, эти потери не смертельны. Как вы видите, враг тоже уязвим, но мы сражались с лучниками. С копейщиками, конечно, не смогли бы мы проделать такую операцию, нас бы... Если бы эту победили. Так, никаких... Пощад не будет для противника. Так, соберу я еще немножечко армии конной. Все. Тут поблизости у нас есть как раз армия, которую надо бы разбить. Так, в столице у меня три конных отряда появилось. Хорошо. Я их направлю, наверное, в Волтберг. Здесь у нас... Нестабильная ситуация. Здесь всегда нас могут атаковать. Поэтому, наверное, я построил бы здесь чего-нибудь другого. Так, что у нас в Изенгарде? Вроде бы все хорошо. Так, ну, за эти деньги тут никто не берется за работу. Надо, конечно, побольше денег скопить. Ладно, следующий ход покажет. Что тут делать? У нас есть король. И вряд ли армию короля смогут подкупить. Поэтому попробую взять последнее селение на последнем дыхании. Но нужно это сделать. И нужно как-то готовиться к обороне от Мордора. Мордор до 10-го хода, возможно, на нас нападет. Я так предполагаю. Приятно оценили достижения наши. Так, какие же у нас достижения? По всему Средиземью разнеслись. Ну, вполне реально победить. Не считая копейщиков, конечно. Так, а вот эта вот вражеская крыса, походу, будет пытаться нас всячески прессовать. Так, что у нас здесь? И здесь поставлю дороги. Еще где-нибудь дороги, где их нет. Вот так вот будет у нас целый ход дорог. Так, в Улдберге я обязательно выставлю все защитные силы. Так, пойдем освобождать еще одну крепость. Только для Изенгарда я не купил необходимых юнитов. Ну что, противник решил в засаду встать, попробуя напасть на эту засаду. Кто его знает, может быть, удастся избежать войны на какой-то срок. Так, вот здесь бы не помешало поставить пехоты. Так, обелиск готов. Обитель героев теперь. Все, я буду осаждать этого противника три дня. И, надеюсь, все-таки возьмут усиление. Потом пойдем на Изенгард. Так, где чего еще можно построить? В Хельмовой паде. Мастерская луков. Понадобится. Да, вот с Мордором меня волнует ситуация. Непонятно, что еще произойдет. Так, два конных отряда у меня есть. Ну, давайте. Использую их, наверное, для нападения на врага. Так, вот так вот пусть идут. Так, ну три хода надо продержаться. И желательно бы еще с эльфами заключить бы договор. Это могло бы меня, во-первых, обезопасить от нападения на меня в случае, если эльфам пожелается такое сделать. Так. Ну вот, с Мордором неизбежно у меня начинается война. Походу, лесные эльфы единственная альтернатива для победы. Ладно, будем воевать. Битва действительно ожидать будет сложной. Не знаю, есть ли альтернатива какая-то для победы. Так, давайте дойдем немножечко. Смотря что первым нас будет атаковать еще. Телохранитель Урок Хая. Главное не попасть под огонь стреляющих юнитов противника, ибо это все. Полный конец будет нашим попыткам. Ох, а что это такое у нас появилось? Какие-то лаги. Так, разделяю я свою армию на две части. Посмотрим, за кем именно пойдет наш противник. Так, телохранители Урок Хая определились. Хорошо. Так, славный момент. Стреляющих юнитов можно быстро обезопасить. Так, быстренько, быстренько. Ай, блин. Нехорошо. Совсем нехорошо. Да, противник несет потери, но у меня тоже они немалые. Так, что касается вражеского генерала, его я уже положил. Так, все, теперь противникам конец. Да, тяжелая конница наша весьма хороша. Чего не скажешь, а легкая, она, в принципе, уязвима для противника. Так, 20% армии мы потеряли. Ну, 19. Так, я уже окончательно добью противника. Да, 20% получилось потерять. Ну, неплохо так. 26 на 400 юнитов. Очень даже неплохо. Да. С фронта нам придется с Мордором 100% сейчас отражать армию. Но, если Гондор, конечно, не поможет. Так, что у нас здесь? В принципе, не сложно будет победить. Так, вот это вот Морда. Тяжелая пехота. Честно, не знаю, как с ними воевать. Ну, ладно, попробуем. Это все дело такой практики. Так, это селение у нас очень долго будет развиваться. Оставлю, наверное, одного конного юнита и вернусь назад. Так, хотелось бы понять, что там у Изенгарда творится. Ух ты, блин, собирают армию потихоньку. Так, а здесь у нас 16% нашей культуры. Да, наверное, все-таки я буду собирать армию. Так, ну, еще важно отбить это селение, защитить соседнее, северное. Ну, что, 77 на 30 чем-то, в принципе, преимущество на нашей стороне. Тем более, что мы были уже на сгулы. Разговор был, конечно, бы совсем другим. Так, куда он отступает? Неужели убежать решил? Хм, противник не определится, на кого именно ему надо нападать. Так, замечательно. Смяли мы силу вражескую. 10% всего потеряли. Да, конница Рохана, можно сказать, в плане убоя наших противников. Правда, эльфы, лучники могли без потери кончить. Здесь нам, хочешь не хочешь, а придется нести потери. Так, также здесь полководец бы понадобился. Если они здесь есть. И мне потребуется еще посол, для того, чтобы заключить соглашение с эльфами. Так. Ну что, возможно, Форд Светлый тоже будет отбиваться от нас. Да, тихоньку перейду я к росту, наверное, городов. Поставлю большую ферму здесь, и там больше ничего не поставлю. Да, очень важно иметь, со временем будет шпиона, где-то в районе Минастилита, и посылать на помощь войска. Ибо Гондар может не справиться. А с Эзидгардом, я так понимаю, три фракции. Моциальные это высшие эльфы. Это Дуна, да, если я не ошибаюсь, или как они называются. Ириадор, вроде бы, называется. Да, Ириадор называется, это фракция. Так, с кем воюет Эзидгард? Пока что только с нами. Что ж, на западных границах пора уже выставлять обзорные башни. Так, в столице тоже хотелось бы построить какую-нибудь, скажем, большую ферму. Так, в Фольдбурге тоже мы построим культуру нашу. Тут у нас всего 70%. И здесь еще есть одно нейтральное селение. Желательно бы его захватить. Такой у нас запас на будущее появился. Да, переобучить бы мою армию в Эзидгарде и тоже бросить ее в бой было бы очень полезно. Тут игра на самом деле на скорость идет. Кто быстрее захватит определенное количество селений и получит стратегическую инициативу с своей руки. Если мы получаем, то у нас есть шанс на развитие. Если нет, ну, все. Так, доклад о строительстве. Так, прирост населения пусть будет. Так, здесь у нас тоже можно прирост населения сделать. Хорошо. Ну, вот маленькие торговые привилегии у нас здесь появились. Обязательно расставлю здесь стражевые башни. И что касается форта Светлого, то, походу, сейчас будет у нас битва за него. Так, что с культурой? 20%, 25% требуется на развитие хотя бы какого-нибудь военного юнита. Так, едем дальше. И зенгард не решился сражаться с нами, пошел на север. Ну, чем больше у зенгарда противников, тем лучше для нас будет в конечном итоге. Так, что так, что у нас тут? Ополчение секирщиков. Ну, три стреляющих юнита, в принципе. Тоже не представляют для нас угрозы. Вот что интересно. Интересно, как будут зависеть вся игра. С темной стороны эти две фракции являются основным диктатором. Если они выносят Гондор, то противников у нас больше нет. Ну, что, битва начинается. Так, сразу ударим по противнику. И отряд за отрядом сомнем. Все его рать. Ну, что ж, славно. Сейчас мы быстро закончим эту кампанию. Так, прекрасно. Еще один вражеский юнит пал. Вот так вот. 30 человек заплатили жизнями за захват этой крепости. Кстати, эльфийские мечи очень сильно напоминают японские катаны. Может быть, есть какая-то взаимосвязь между этими орудиями. Может быть и нет. Так, здесь у нас будет развитие. Вот это вот. Итак, у меня остается два юнита. Скорее всего, одного я здесь оставлю. Всего лишь остальные все пойдут на разведку территории. И на удержание западных и восточных наших рубежей. Что-то я Мордору вообще перестал как-либо доверять. У нас фракция пакостная. Всегда может нас атаковать со спины. Так, что у нас тут в Изенгарде? Так, копии можно построить за 6 тысяч. А почему бы и нет? Рано или поздно все равно пришлось бы их строить. Так, поехали. Ну вот, во всяком случае, восточные границы у нас как-то уже обрисовались. Мордор, безусловно, теперь будет постоянно посылать войска. Что касается их числа, то у Мордора здесь никаких проблем нет. Изначально у него есть возможности, но мало экономических возможностей. Государь, прибыла посыльная от энтов. Они призывают вас соблюдать древние законы, позволить им самостоятельно управлять своими лесами. Как это было в старь? Их условия. Вы предоставляете остановленную фарм, но вы финансово поддержите развитие их территории. Ваша армия охраняет пределы их владений. В обмен вы можете рассчитывать на периодическую поддержку энтов в сражениях. Вы так получите некоторую прибыль. Ладно, хрен с вами. Будет вам эта автономия. Так, автономия, автономия. Пока в экономику все деньги вкладываю. Ну что, пришла пора уже нанимать какие-то новые армии. 24-25% со следующего хода начнем. Надо Дуниард захватывать. И здесь есть селение, его тоже надо бы захватить. Подготовлю небольшой отряд для этого. Так, здесь у нас... Ай-яй-яй-яй, куда же я пошел? Вот с кем, с кем, с лесными эльфами я точно не хочу воевать. Эти ребята нас вынесут. Хотя у лесных эльфов хватает противников. Им в первую очередь с Мордором придется воевать. Потом придется воевать еще с Руном. С орками. С одними и со вторыми. Вот кому-кому, а им можно не позавидовать в этой участи. Так, извините, эльфы совсем с вами испортил отношения. Так, поставлю-ка я здесь какие-нибудь юниты. Ну что ж, два западных селения у нас будут развиваться обязательно. Чем быстрее они это сделают, тем лучше. Будет для нас. Так, хорошо, два новых юнита у нас есть. Да, я надеюсь... Хотя, ну, его, наверное, эти нейтральные селения захватывают. Разобью сперва Эзенгард, а там уже... Пойдем и на остальных врагов. Только б с эльфами заключить этот долгожданный договор. А-а-а, е-мое! Я не люблю этот Мордор. Да. Ну, давайте попробуем. Может быть, сумеем как-то отбиться от противника. Мне надо будет идти захватывать территорию на их землях и переносить поле сражения именно туда, потому что бесконечное нападение на свои земли я не могу пережить. Так, отступили. Да, противника не будет у нас легко разбить. Возможность такой. Да, походу, несмотря даже на нас большой боевой дух, все-таки враг одержал верх. Вот так буквально у нас на глазах творится история. И те люди, которые должны были участвовать в войнах кольца, к сожалению, теперь не будут участвовать там. Потенциальный правитель. Хитрый и коварный Мордор решил идти на какого-нибудь другого противника. Точнее, на другое селение. Да, Гондор плохо работает. Мордора столько лишних сил. Очень плохо работает. Давайте сведения о карте на сведения о карте. Замечательно. Так, вот теперь будем окапываться в этих селениях. И на этот счет я как раз уже и не шучу. Противников у нас много. По зубам надо всем успеть дать. А время у нас поджимает. Так, снижу некоторые налоги. Так, и здесь, наверное, нужно построить расшаемые поля. Так, да, надо с ростом земель разобраться окончательно. Ну, думаю, в течение 10 ходов я на Дуниард уже пойду. Постараюсь, конечно, разбить этого противника. Лучники эрлингов. Неплохо. Да, армию, в принципе, можно будет собрать. Ладно, едем дальше. Дал мне хотя бы пару десятков ходов на противостояние с ним. На развитие своих пограничных городов. Эх, блин. Еще столько нейтральных селений придется нам охватить. Так, в Альбурге что можно построить? Шахты давайте. Здесь у нас будут, наверное, амбар. Так, попытаюсь я сейчас с Мордором договориться о мире. Для меня было бы это бесценное просто соглашение. Все. Так, все возможные войска надо постараться уже вывести из Азенгарда. Готовиться к большой битве. Так, примерно где-то вот здесь будем собираться. Да, мало, мало отрядов. Так, едем дальше. Ну, тем не менее, у меня большие надежды на эту армию. Что касается Мордора, я не знаю, сумеет ли он собрать большое войско для битвы с нами. Ну, здесь два варианта. Или собрать армию на востоке и отбивать всех противников по ходу дела. Допустим, конные лучники хорошо бы подошли для этой роли. Но, опять-таки, конные лучники не смогут разбить большие армии. Это малые, но максимум средние армии. Это все, что можно будет зачистить этим противником. Так, Азенгард решил на меня тоже нападать. Так что, будем мы его наказывать. Да, вполне возможно, что вовремя мои войска собрались. Так, давайте. Да, два хода еще будет занимать этот процесс. Так, здесь построено. И здесь тоже что-то готово. Так, амбар здесь готов. Так, ну, как вариант, можно, конечно, вывести силы и постараться ударить по врагу. Я думаю, я так и сделаю. И в последний момент заканчиваются хода. Ладненько, друзья. Наверное, на этом я завершаю данную серию. В принципе, мы добились военных успехов. Фангорн и Форд Светлый перешли под наш контроль. Мы начали войну с Мордором. Предстоят нам небольшие битвы. Также я планирую в ближайший ход 2 начать военную кампанию по захвату Дуниарда и продвижение дальнейшему вплоть до Орчих границ. После чего можно уже на западные территории идти, захватывать селения. Ну, и в скором времени, я думаю, наши границы раза в два будут расширены. Так что, спасибо всем за внимание. С вами был Ромулс. Подписывайтесь на мой канал. До скорого! Продолжение следует... Продолжение следует...